Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В этом видео я вам подробно расскажу, как правильно поменять термопасту на процессоре. И даже покажу пару фишек, о которых вы скорее всего не знали. Ну а перед тем, как разобрать наш компьютер, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Итак, давайте приступим. Первым делом нам необходимо открыть наш корпус и снять систему охлаждения. После того, как вы это сделали, берем обычную сухую салфетку или туалетную бумагу. И тщательно счищаем всю старую термопасту с процессора. Желательно это делать очень аккуратно, чтобы не загадить всю плату остатками засохшей пасты. А также убираем всю пасту с самого кулера. После этого я обычно отмываю остатки бензином. Делать это, конечно, не обязательно, но для прям свежайшего нанесения пасты сделать можно. Подойдет любой очищенный бензин, например, калоша. Можно убрать остатки термопасты и с помощью спирта, но бензин в этом плане более эффективный. Я беру ватную палочку, макаю ее в бензин и аккуратно чищу поверхности кулера и процессора, периодически меняя палочку. Дальше нужно дать пару минут остаткам бензина испариться, и можно приступать к нанесению термопасты. Я использую самую народную термопасту GD900. Найти ее можно на Алиэкспрессе или в каком-то компьютерном магазине. Наносим немного термопасты на наш процессор и при помощи лопаточки или кредитной карты равномерно размазываем ее по всей поверхности тонким слоем. Но так, чтобы через нее не проглядывал серый металл крышки. Если вы выдавили больше термопасты, чем надо, то ее с легкостью можно убрать. Но лучше изначально выдавить немного, если вам этого не хватит, то всегда можно добавить. Ну и финальным этапом будет установка самого кулера. Без каких-либо манипуляций, просто устанавливаем кулер на процессор и обязательно при первом запуске проверяем температуру камня, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно и охлаждение процессора стало лучше. В общем, вот такой коротенький гайд по замене термопасты. Не забудьте написать в комментариях, как вы меняете термопасту в своем ПК. Возможно, у вас есть какой-то другой интересный метод. Также хочу напомнить, что вы можете написать в моей группе в ВК или в комментариях любой интересующий вас вопрос о компьютерах. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!